Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, сначала по традиции, как обычно, зарубежные новости. Пожалуйста. Действующий американский президент Барак Обама заявил, что Россия является супердержавой, которые обладают влиянием в мире и регионе. Об этом сообщает РИА Новости. Ватник, черная-причерная вата, куплен, сами знаете кем, кричали протоукры с горящей пятой точкой вслед уходящему загорелому голубю мира. Да и понять их можно. Новый хозяин не жалует, а старый в зрадницу послал. Супердержава, да ладно. Обамка, а как же региональная держава с разорванной в клочья экономикой? Господи, как быстро растем. Такие результаты и всего-то за год. Понравилась шутка из Энета. Обама принял Россию бензоколонкой, оставил супердержавой. Либо на банкете нахрюкался, либо вакцина под названием «Экс» начала проявляться. У них всегда так. Любой человек, который имеет статус «Экс», ну там «Экс-министр», «Экс-мэр» и так далее, начинают говорить правду. Вот что «Экс-животворящий» делает. Дальше. Министр иностранных дел Литвы Линас Ленкявичус прокомментировал слова президента США Барака Обамы, назвавшего Россию супердержавой. «Россия – это не сверхдержава, это сверхпроблема», заявил Ленкявичус в интервью русской службе BBC. Вроде мы их вообще не трогаем. Вообще-вообще. А они все равно назло воняют. Эти прибалтийские вымираты ведут себя как старые бабки, которые боятся, что их изнасилуют. В таком случае, господин министр, вы сверхзадница Евросоюза. Сверхпроблема. Ленкявичус, или как вас там, сверхпроблема – это найти Литву на карте мира. Вы лучше объясните вот что. Все трындите о нападении, но никто из вас не говорит, зачем это нам нужно. Хоть намекните, что ли. Иногда мне кажется, что мы лишь пешки в грандиозных планах Литвы. Дальше. Министерство обороны Латвии приготовилось до последнего защищаться от России после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом пишет The Washington Post. Латвийские военные значительно усилили охрану здания Минобороны. В ведомстве был сформирован специальный отряд из 20 добровольцев, которые получили оружие и прошли подготовку. В здании министерства будет храниться оружие, и мы приготовимся защищаться, заявил госсекретарь военного ведомства Латвии Янис Гаррисонс. Все пропало. Захват Латвии отменяется. 20 добровольцев не позволят нам это сделать. Вот если бы их было 19, еще куда не шло. Но 20 – это все равно, что в каждом живет дух 300 шпротанцев. Изверги вы, латыши, зачем нас так пугать? Только я не понял, вы будете защищать всю Латвию или только Министерство обороны? Уточните, пожалуйста. Латыши, здравомыслящие латыши, вы хоть понимаете, какие дебилы у вас управляют страной? Это же реальная шиза. Сами себя пугают и тащатся от этого. Слушайте, а может и правда напасть? В кои-то веки нормально 20 человек трудоустроили. Если не нападем, уволят бедняк. Надо спасать. На юге Ливии начался военный конфликт из-за обезьяны. Конфликт начался с того, что животное, принадлежавшее лавочнику из клана Гаддафа, стащило головной платок со школьницы из клана Авлад Сулейман. За это родственники девочки убили трех представителей враждебного семейства и саму обезьяну. После этого в городе началась настоящая война с применением танков, минометов и другого тяжелого вооружения. Танки, минометы и другое тяжелое вооружение из-за обезьяны? При Гаддафе такой хрени не было. Да, троянцы уже не те. Раньше войны хотя бы из-за красивых баб начинали. К примеру, из-за Елены Троянской. Признаться, когда прочитал заголовок, то подумал, что это очередные демократические проделки Белого дома. Но нет. В данном случае эти два клана не особо отличаются по уму от той же макаки. Хотя, знаете, не только в Ливии конфликт начался из-за обезьяны. В незалежной этой обезьяне помогли кролик, хрюша и задница курицы. Дальше. Минобороны Швейцарии заявила, что сопровождение военными самолетами, направляющегося в Перу на саммит АТЭС российского правительственного борта, было обычной проверкой. Это как полицейский патруль на улице, проверяющий машины, чтобы убедиться, что они не были угнаны, отметили в швейцарском оборонном ведомстве. Напомним, 18 ноября истребители вооруженных сил Швейцарии приблизились на небезопасное расстояние к российскому спецборту и в течение 7 минут сопровождали полет. «Прижмитесь к правому ветру, отключите турбины и выйдете с самолета! Руки на крыло!» То есть швейцарцы подумали, что российская делегация полетела на саммит АТЭС на угнанном самолете? Тогда сразу приходит в голову вопрос, как пилот истребителя понял, что самолет не угнан? Пилот Ил-96 предъявил ему ПТС, страховку и авиационные права? И еще, в Швейцарии часто угоняют правительственный самолет. Отмазка так себе, если честно. Походу, эту страну заразил заокеанский вирус под названием ПСАК. Короче, если швейцарский министр обороны прилетит в Россию, предлагаю разорвать ему пятую точку, объяснив это тем, что проверяли на наличие героина. «С приветом из Киргизии! Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известный как Вован и Лексус, связались по телефону с президентом Украины Петром Порошенко и провели переговоры от лица главы Киргизии Алмазбека Атамбаева». Такое ощущение, что капитан Чекушка, походу, только с пранкерами общается. Ну и, конечно, с белочками. Также ему, наверное, не западло поддрындеть с автоответчиком Ангелы Меркель. Кстати, несколько раз умудрился назвать Киргизию Туркменией, пусть даже ненастоящему Алмазбеку. Не этому алканавту кто угодно может дозвониться. «Алло, мамзель, соедините меня, пожалуйста, с президентом». «А кто говорит?» «Президент! Нет, канцлер! Нет, император Альфа Центавры!» «О, сейчас, не кладите трубку, пожалуйста!» Знаете, когда будет настоящее веселье? Когда ему позвонит настоящий Трамп. А Порошенко просто пошлет его нахрен, подумав, что это Вован с Лексусом. Украинская газета «Днепр вечерний» назвала прилетающих на зиму из России грачей российскими нахлебниками. Уже не первый год с наступлением холодов к нам из страны агрессора прилетают подкормиться различные пернатые и в первую очередь грачи. А вот и нынешней поздней осенью российские нахлебники уже появились в северных районах Днепропетровщины. Сообщает газета в статье под названием «Днепр атаковали российские нахлебники». Я отказываюсь верить в эту пругу. Придурки! Это же надо было такое придумать. Российские грачи нахлебники, а украинские грачи сами пашут и сеют, да? И как вы их отличаете? Ваши немного подпрыгивают, скачут и одеты в вышиванки? Ох уж эти российские грачи-оккупанты! Последний хлеб забирают! Клятые москали применили орнитологическое оружие! Грачаку на геляку! Зенитки в полную боеготовность! Чтоб ни один не перелетел границу! Не понимаю, чего они возмущаются? Мясо само к ним летит. В данных условиях я бы даже сказал деликатес. А они недовольны. Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко собирается лишить его гражданства. Об этом он написал на своей странице в фейсбук. Мишаня, да ты без пяти минут мировой бомж. Ни грузинского паспорта, ни украинского. А ведь тельки древнюю мову освоил. На уровне бульбурлюк и цюдацик. Куда теперь подастся веселый гастролер? Без паспорта даже в габлом не получится. Тем более даже им успел нагадить, сравнив Украину с этой процветающей страной. А идти же ко мне. Я предоставлю тебе политическое убежище. У меня во дворе как раз будка бесходная стоит. Будешь гетманом будским. Цена вопроса. Не переставай бегать во славу маунт-шоу. Украина может выдать Грузии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает украинская правда со ссылкой на источник в окружении руководства администрации президента Украины. Походу из хохлогруза решили сделать чахахвили. Да, с такими друзьями и врагов не надо. А как же братья навек? Чуть ли бы нижнее белье с порохом по очереди не носили. И на тебе. И тут Мишка понял, что в тюрьме он напишет книгу под названием «Никогда не связывайтесь с хохлами. Продадут». Не троньте его, с кого ржать будем. Эй, Мишаня, а чего ты ожидал? Страну за печеньки продали, а тебя так вообще за мандарин отдадут. Тем более Новый год не за горами. Так что беги, Мишаня, беги. И Луценко не слушай. Брешет он, время тянет. Подороже хотят тебя солить. Дальше. Ну что, не знаю как вам, но меня подзадолбали на сегодня за бугорские темы. Отправляемся домой, к своему дебилизму. Российские новости. Пожалуйста. Жители Волгограда требуют отставки вице-мэра. Вице-мэр Волгограда Анатолий Амельченко 10 ноября посетил детско-юношескую спортивную школу «Мечта», где занимаются подготовкой спортсменов по спортивно-бальным танцам. И назвал мальчиков, занимающихся бальными танцами, однополыми существами, которым недалеко до гомосексуализма. Это какие-то однополые существа, крутящие попами. Девочки еще ладно, но мальчики так и до гомосексуализма недалеко, заявил вице-мэр. Походу у Мизулиной наконец-то появился пациент. Ибо нахрена вы смотрите на топоренные попы мальчиков? Все смотрят танцы, а этот на заднице. Пановыбирают хрен знает кого, а потом жалуются всем городом. И что значит однополые? А бывают еще и другие? Ну вообще-то бывают. И в данном случае это еще больше усугубляет положение вице-мэра. Какой-то он, а я русский язык не понимать. Не, мне тоже не нравится этот вид спорта. Но мало ли что мне не нравится. И в данном случае существо это вы. Может еще и большой театр закроем вместе с великим русским балетом, которым восхищается весь мир. В общем это какой-то гребаный бред. Так и до вице-мэра недалеко. Дальше. На заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе «Американо» в «Русиано». Кобяков говорит, дайте мне «Американо». Это вообще неполь корректно звучит. Давайте «Американо» переименуем, сказал Медведев, в качестве альтернативы предложив слово «Русиано». Весел, конечно. Звучит прям как мощная экономическая реформа. Что даже партию можно было бы переименовать в «Единая Русиана». Короче, ни для кого не секрет, что в последнее время Медведеву заняться больше нечем. Но стоп. Хоре нести в массы эту полуправду. Скажу вам откровенно, даже уважаемые СМИ облажались по полной программе. При всем моем уважении к Дмитрию Анатольевичу и к его сногсшибательным перлам, уступающим только Мишанинам. Но тут я выступлю, господи боже мой, в качестве адвоката Медведева. Он лишь сказал, давайте переименуем «Американо». А армянский коллега добавил «В Русиано». Пожалуйста. Между прочим, променял восточный кофе, говорит, дайте мне «Американо». Это вообще неполиткорректно. Давайте «Американо» переименуем «Русиано». Как жаль, Дмитрий Анатольевич. Вам приписывают отличную шутку, которой вы никакого отношения не имеете. Зато какой бум. Все, кому не лень в своих кафешках и ресторанах, начали переименовывать «Американо» в «Русиано». Даже футболки появились. Небось, локти кусаете, да? Какой патент пропадает. Даже обидно стало за нашего стендапера. Ну ничего, в следующий раз. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Израиль получил в подарок беспилотный вертолет, который, однако, был передан без пульта управления, сообщают израильские СМИ. По их данным, система управления отказалась передавать России производитель аппарата. Пульта нет, но вы держитесь. Дитю подарили игрушку, которой даже не поиграешь. А пульт, наверное, Путину отдали. От греха подальше. А то еще уснет во время руления и вертолет кому-нибудь на голову. Или это такой тонкий еврейский троллинг. Беспилотник получил, а за пульт платит. Самое веселое в этой истории это то, что пиндосы поднапряглись. Требуют разъяснения у Израиля. Мол, вы что, охренели там, что ли? В этом беспилотнике есть секретные технологии. И не абы-то кого, а самих исключительных. Вот теперь даже не знаю, хвалит Димона или как. Пишите в комментариях. Реальные располагаемые доходы россиян в октябре 2016 года снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В сентябре падение составило 1,5%. Так что за месяц оно ускорилось почти в 4 раза. Ну, знаете, хоть что-то ускоряется у нас в стране, согласитесь? Хотя нет, маловато что-то. Вообще никуда не годится. Нужно еще быстрее. Срочно придумать новые налоги и поднять старые. Срочно! Одно радует, нашим слугам переживать не за что с их-то зарплатами. В общем, желудок у них всегда набит. А это значит, что лучше будут думать о стране. Ну, а нам, холопам, остается только отказаться от зарплаты, чтобы она перестала падать. Акцизы на алкоголь, табак и топливо вырастут с 2017 года. Соответствующие поправки налоговый кодекс депутаты Госдумы приняли в ходе заседания в пятницу, 18 ноября. Решение опубликовано на сайте Нижней палаты парламента. Ну, слава богу, значит живы. А то начал беспокоиться, чтобы давно не повышать. Ждем теперь, когда какой-нибудь депутат выйдет и скажет, не беспокойтесь, на рост цен это нисколько не повлияет. Эй, вы там, дармоеды, заводы строить, производство налаживать не собираетесь? Или куда легче народ грабить? На алкоголь и на табак вообще пофиг. Делайте, что хотите. Но бензин? Депутат Тюменской городской думы Альбина Селезенева надела костюм белого медведя на официальное открытие участка объездной дороги. Дратути. Не, ну а что, очень мило, прикольно и позитивно. Да и к лицу ей я это без какого-либо сарказма говорю. Не понимаю, чего это весь интернет на нее ополчился. В дурку ее лечиться надо. Перестаньте. Ничего плохого в этом не вижу. Единственное, тетка напомнила мне людей, которые в разных костюмчиках флайеры возле метро раздают. Наверное, оттуда и прибежала. Депутаты подрабатывают как могут. В любом случае, уж лучше так, чем те кирпичные физиономии вокруг нее стоящие. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация о готовящейся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки. Дорогие мои, берегите себя. 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 Субтитры подогнал «Симон»